ну что привет сегодня у нас первое техническое видео из цикла для начинающих не будем тянуть просто погнали делать тяги так что же нам понадобится из инструментов пила маркер линейка тиски тиски можно конечно без них но с ними явно будет лучше в нашей мастерской мы делаем тяги и шпильки 4 миллиметра и алюминиевые трубки 6 на 4 наконечники мы используем traxxas вот такие для определения длины наконечников в первую очередь нужно разложить все компоненты на столе раму и мосты таким образом положить чтобы у вас получилась нужная конфигурация то расстояние это база которую вы хотите важный момент изготовление комплект тяг начинается с нижних перейдем к замерам нас интересует расстояние по центрам крепежных отверстий у меня здесь получается 135 миллиметров раскладываем на линейке шаровые наконечники также центрами отверстий на ранее измеренное расстояние теперь же мы можем измерить длину шпильки замеряем расстояние от плоскостей цилиндров наконечника и получаем 100 миллиметров это наша ориентировочная длина трубки но не торопитесь и резать начнем со шпильки полученной длине прибавляем два раза по 8 миллиметров почему именно по 8 внутри наконечника отверстия под резьбу глубиной 10 миллиметров я оставляю небольшое расстояние если мне вдруг понадобится укоротить тягу в случае когда я неправильно измерил что происходит просто постоянно итак у нас получилось 116 миллиметров отрезаем теперь две шпильки этой длины и обрабатываем края теперь нам нужно собрать тягу для примерки лучше всего отметить по 8 миллиметров с каждой стороны шпильки и закрутить наконечники до этой отметке проверяем чтобы тяги получились одинаковой длины и ставим на модель давайте расскажу почему же мы сделали вначале нижние тяги как вам известно тяг на мосту обычно четыре штуки мост крепится на четыре тяги две нижние и две верхние если нижние отвечают за длину колесной базы то верхний за наклон моста и именно поэтому мы сначала задали необходимую длину и теперь можем играть с наклоном хвостовика идеальное положение которого строго горизонтально лучше всего когда тяги готовы под собрать колеса амортизаторы все собрать на месте чтобы убедиться что все сделано правильно вновь замеряем расстояние по торцам наконечник берем алюминиевую трубку и отрезаем необходимую длину разбираем тягу одеваем трубку и собираем все на место а вот в принципе и все именно так сделаны тяги на всех наших моделях удачи вам ваших проектах и пока